здравствуйте дорогие друзья вы на канале светлана лодиса от вести из светелки и сегодня я занимаюсь тем что проверяю и тусую между собой все свои маленькие растюхи то есть всякие череночки которые укоренились вот в прошествии после сентября месяца только вам снимала видео о показывала видео обзор больших всех растений в основном маточники которые здесь у меня зимует я вам показывала бегонии показывала пеларгонии ну кое-какие фуксии ну и все остальные еще там те которые вытащила из грунта что-то из кашпо что-то из миксованных кашпо и сохраняю то есть такое разнообразие растений а сегодня покажу вам как развиваются у меня черенки тем более показывала как черенкую как ставлю петуни уже так разрастаются уже получается что 4 фикс прайсовский контейнер вот такой вот фикс прайсовский с петуньками и здесь в этот контейнер влезает около 30 может быть там чуть побольше стаканчиков с петуний ну и кроме петуни я черенкую продолжаю черенковать некоторые растения и сделаю сегодня такой обзор кому интересно вот посмотреть как это все развивается и наблюдать за мной то пожалуйста смотрите все вам покажу и расскажу недавно напоминаю было видео о том как мой опыт подкормки поливки обработки растений от вредителей болезней очень подробно вам рассказывала как не залить растения нужно ли подкармливать отвечала на вопросы вот но я думаю кому интересно кто также выращивает растения тот уже наверное и посмотрел но для новичков напоминаю пройдите посмотрите чтобы потом ну в общем то не переживать потому что письма все равно продолжают идти и ваши фотки идут ну и так сейчас буду опускать камеру и говорить вам показывать вот смотрите два таких контейнера вот первое еще такой же это та петунька которую я черенковала 28 10 ну вот ей уже ровно месяц прищемился тут и уже ровно месяц вот такая корневая видно да за месяц все давайте самых больших у кого-то поменьше пурпле у кого-то побольше и кто-то и развиваются они по-разному кто-то побольше но тоже все с корнями естественно у меня выбытия вот этих двух с каждого контейнера где-то две-три штучки не прижилось а в принципе сживаемость достаточно хорошие вот я посмотрела тут на днях поливала ну даже поливать не надо поэтому просто проверяю что никто не умер там и не торчал какой-нибудь гнилой вот такой контейнер посмотрите давайте пониже опустим вот чтобы рассмотреть вот в этом контейнере я уже много начеренковала тех растений которые получала от агрофирмы виола так как там развиваются они я оттуда уже брала черенки и их питунечки они уже прижились но они такие еще малышечки вот тут несколько сортов корней еще не видно но видно что они уже живые прижились их питуньи вербенки вот прямо видно что они уже в рост пошли вот видите с их номерами виола вербенки что еще здесь калибрашки стоят тоже вижу что прижились алису некоторый черенковал белый свой и это здесь также я поставила свои череночки еще лаванды вот кто-то спрашивал как черенковать хризантема вот эту желтую которую я вам сейчас показываю она до сих пор на улице стоит представляете скоро 1 декабря на носу вот пожалуйста она уже дала корни вылезли из дырочки просто точно так же как и все сняла черенки желательно помоложе у меня даже вот тут не очень молодые потому что все цветет и просто поставила также в субстрат вот здесь вот под крышечкой ну еще тут кое-какие мои колиусы тоже вот уже прижились можно снимать с этого парничка видите кто-то просил бегошки поставила с агробиола ну потому что там шикарнючие эти бегошки вот они здесь стоят также в этом же грунте и субстрат грунта в принципе один и тот же очень легкий но корней не вижу но вижу что растение живое не гнилое никакое то есть вот уже можно из этих черенков которые получала в сентябре уже поставить новые черенки а сейчас покажу что там происходит ну вот агравиола посмотрите ну конечно здесь уже можно очень много снимать черенков посмотрите как все хорошо разрослось вон какая калибрашка цветет вот видите как хорошо теперь можно поднять камеру все хорошо растет вот питунька но питунька где похуже где получше потому что она так и поступала вот 32 86 ну конечно тут уже можно снимать черенки калибрашки неплохо себя чувствует у меня их тут несколько сортов и я с них уже снимаю черенки посмотрите ну потому что надо или прищипывать обратите внимание кто не снимает чинки прищипывать что вот не были такие вот точенькие длинненькие ну либо снимать черенки вон калибрахи все такие тянучие посмотрите здесь уже можно он какой хороший черенок снять и вот какой хороший и так далее ну и питуньки тоже постепенно с корневой своей вот ничего так разрастаются значит здесь вот этот питуньки и калибрахи в основном показываю вам ну а здесь вот тоже снимала черенки здесь вот вербена вот видно что я снимала вербена чекнутая они снова начали расти вот видите у меня здесь снята и макушечка расстроилась прямо это классно вот тут еще можно с такой вербены снять черенки вот такая красивая расцветает о немезия у меня желтая это такая оранжевая немезия тоже вот можно снять черенок еще тут парочку немезий и прищипнула я сразу же колиусы вот поэтому они тоже такие стали более активные один колиус и второй видите как обрастают детками вон со стволика то есть потом можно взять будет череночки ну красавцы правда и даже цвет не теряет ну говорю вербенки я уже все все вот смотрите видно что я все их сняла и вы если у вас есть черенки не давайте им тянутся в длинные тощие побеги тогда обрезайте и прищипывайте вот только обрезал уже идет с пазухи две макушечки ну то есть вот такая история ну и третий поддончик который тоже идет с агравиолы я вам уже показывала на всю эту красоту это подробно я показывала видео о бегониях вот их бегоньки с которых тоже начинаю снимать черенки посмотреть какая красота вот какая красота правда еще совсем были малышки вот как и жду не дождусь когда расцветет эта пиларгонина потому что они были в клеще я их обрабатывала тут видно что плюшка какая-то будет необыкновенная вот белая с красным уже по бутону видно вот так она была лысая лысая я совсем практически срезала с ней очень много листьев больных обработала ну вот посмотрите ну вот еще старый например лист он виден видите с таким а вот все что наросло новое и новые побеги здоровая и чистая и вторая вторая тоже также была совсем лысый ваты у нее даже бутон был но я его обрезала потому что но несчастная она была вот это тоже остался наверное может сказать один лист с которым она пришла а так она вся обрастает здоровая и хорошенькая ну и вот эти товарищи фиолетовые растут не быстро этот вот меч это только не очень нравится как то вот он я вот все смотрю не дай бог клещ потому что они очень поражаются клещом ну знаю что у меня вроде как обработаны ну и вот тут канадский друг живет да дорогие друзья оксалис кто мне писал вот оксалис который горшечная культура и оксалис который растет как сорняк в сорняк в огороде у меня его тоже очень много это разные вещи совершенно этот растет клубеньком а то от это корневищем и семенами сеется поэтому немножко друг другое я то его и хочу потом в кашпо выращивать вот это от малинки с канады вот тут живчик этот живет ну и вот проверяю прям вот проверяю чтобы ничего не было не дай бог прям отставляю и можно обработать этих товарищей боюсь вот красавцы правда темные вот такая история значится а гравиолы теперь дальше на мои смотрим почему я все вам показываю не просто так вот сижу тут и показываю я чтобы полить все это просмотреть где-то оторвать какой-то такой листик вот такой и посмотреть почему он такой образовался не необходимо вытащить все со стеллажей посмотреть и полив ведется естественно индивидуально кто-то уже быстро развивается вот как например глядя на эти на эти вальки мокрые или вот импатинцы по-другому или на бальзамин и по третьему то необходимо посмотреть кто-то уже будет вялый вот совсем сухой легкий и вянет и цветет а кому-то еще здесь очень-очень много влаги поэтому и вот так смотрю видите как здесь уже тоже пересох и легкий импатинцы вот какой красивый да а кто-то совсем совсем мокрый так что вот так черенки брала импатинцев тоже вам показывала бальзаминов импатинц просто называю так как купила в семена в этом биотехнике вот эти вот вот эти вот красавцы так и называю а мои махровые я называю бальзамины вот дорогие друзья понимаю что это одно и то же ну я думаю что хорошо развивается нормально тоже следим за ними потому что тоже сильно поражаются клещом здесь у меня колес и вот колес и растут я считаю что очень медленно черенки череночки я старалась брать маленькие чтобы они были компактные здесь у меня не росли лопухами так вот они послушались это два у меня таких подносика послушались так медленно и растут естественно потеряли весь свой красивый образ хотя стоят под лампами видите какая ханна а так она же ярко-ярко бортово-красная такая прямо огненная рыжий красная такая ну хна хна ханна это хна вот цвет хны а сейчас посмотрите какой не цвет и век не узнаешь вот это тоже зелеными разводами весь просто сейчас зеленый а он такими салатово-желтыми разводами веснушка вся рыжая вот такая она становится да а сейчас вот такая ну то есть практически не видно их красоты но ничего дождемся не буду пока старую подносу точно такой же и еще пустик лаванды я выкопала из огорода ну тут поставлена просто переживаю почему-то в том году у меня облом случился несколько лет росла лаванда и все и как-то хотя укрыто было и что-то с ней случилось поэтому я вновь вырастила из семян и вот занесла такую пересадила в такую емкость пусть будет тут теперь пробежимся по фуксиям вот эти все фуксии но здесь кое-чего еще есть совсем недавно были поставлен тогда когда я их обрезала вот но здесь кое-что другое попадается вот эти фуксияшки и вот эти когда вот показывала вам как обрезаю да и вот так они хорошо прижились молотова прижились даже некоторые те которые я очень хотела чтобы они были были и вот наконец-то они будут тут у меня несколько сортов и прямо великолепно я еще их посадила вот в такие вот стаканчики которые от а гравиола видите как надо срочно пересаживать но не было стаканов у меня на тот момент и посмотрите иначе они тут у меня сейчас подсушу и буду пересаживать иначе корнями потом их оттуда и не снять то есть все хорошо прижились это наверное какая октябрьская посадка у меня вот здесь чуть чуть пораньше но тоже многие из обрезанных фуксияшек которые шли под обрезку что нужно сейчас делать я говорила и показывала и если мы не ставим на штамп все все необходимо прищипывать вот я уже тут вела прищипку много раз и из пазух идут и как только опять отрастает один-два побега начнем показать не знаю но вот на этой у меня все прищипнуто вот на этой покажем то есть была прищипка а он раздвоился у фуксии всегда так выросла еще два новеньких победа этот и этот и после первой пары листьев но можно после 2 я вот эту макушечку обрезаю но обрываю вот эту маленькую ведь какая маленькая там внутренность серединочку вот так прищипываю теперь каждая из этих штук тоже раздвоится и будет уже 4 опять первая пара листьев но может быть со второй пары листья вот здесь видите можно было бы и пораньше прищипку сделать вот вот там еще есть атаку первая пара листья вторая пара листьев и я сделала прищипку вот видите как раздвоение идет и будет там 4 побега 6 и так далее ну и еще мне тут придется скоро заниматься это переселением уже или добавлением грунта вот те такие кто хорошо так отрос вот тут еще с все все в корнях тут еще с мухом а вот эти фуксии я оставила в сентябре на черенки конечно они отличаются есть какие хорошенькие такие жирненькие тоже все на прищипке ну и когда вот поливаю вот так достаю проверяю обязательно прищипываю все сразу ну вот смотрите какая малышка уже с каким огромным бутоном просто смотрю что там а это тис подписан раз подписан значит у тиса бутона не будет тис это тот красивый такой крупный такой у меня стоял очень крупный большой штамба водится в общем штамбик вот то есть такие такая красота вот смотрите нас когда мы начинаем прищипывать еще раз такой любез 31 раз если мы ставим на штамбик значит ничего не прищипываем и ведем в один ствол вот хороший экземпляр первая пара листиков вторая пара листиков тут правда уже 3 ну вот это первое можно не считать вот первая пара листика 2 и вот сейчас если я не ставлю это делиться на штамп я снимаю с него вершинку вот серединку ведь отщипнула тогда он у меня раздвоится и будет уже расти кустиком хорошеньким вот тут такая красивая будет с таким с таким цветом листвы фуксяшка красота тоже вот она у меня на прищипке уже пошла двоится так что обращаем внимание заодно и все просматриваем и показываю вам питунки которые я черенковала первые самые вот самые первые экземпляры это наверно происходило в сентябре и вот так они уже подросли и так выглядят вот теперь все эти маточники я уже по раздавала ну кое-что даже выкинула и вот в черенки буду уже снимать вот с этих хороших питунек но видим какие они здоровенькие эти я их не прищипывала этот в очередной 101 разговор эту кто говорит что не надо прищипывать тут совершенно не прав у меня все эти вегетки прищипывать надо чтобы не было вот таких вот косары как я называю вот чтобы были компактные я не прищипываю только лишь потому что мне нужно с них снять черенки поэтому вот пусть они такие длинненькие с черенки сниму и это наверное уже будет вот съем черенков и тоже эти материалы на не останется а вот потом уже все будет расти так как есть чего кто растет помедленнее вот так в один стебелек видите а кто-то уже и куститься вот кого-то еще надо подращивать с кого-то нужно уже снимать черенки потому что по-разному растут кто-то вот так по компактнее вот все хорошо здесь у меня уже опять вот такой вот материальчик зреет для следующего черенкования ну бекони я вам показывала уже что это даже поставила сейчас на распродажу которые одинаковые чтобы у меня здесь просто и место не занимали вот эти черенки сентября тоже все великолепно выглядят так что с бегонями у меня пока вопросов нет то что черенку и уже от виолы это что свое черенку и фу фу все вроде как хорошо развивается ну и микрозелень мы едим дорогие друзья помните мои посадки с этой микрозеленью вот так они тут так она вот выглядит ведь там сколько корней все режу вот то что отросло первое это наверно редис тут быстро и быстрее а свекла только-только начинает поэтому ну смотрю и там вот свекла еще что-то только начинает видите вот здесь вот все помельче поэтому все-таки лучше когда в отдельной емкости свекла это свекла редиска это редиска не смешивать потому что вот рост разный но так хорошо вчера на салатик так подрезала лучок вот этот вот микрозелень ну и как украшение салата идет ну и как полезность мы его дорогие друзья начал вылезать лук который я сажала на перо вот вроде как схожесть такая хорошая но естественно когда он еще вырастет это такая долго играющая песня лук который идет от тут даже как плесень лук который из репки конечно намного быстрее даст перо ну пусть такой будет конвейер тоже все экспериментальные мои участки ну и пусть конвейером ну вот так дорогие друзья отчиталась перед вами за все свои вот саженцы прошел потому что после 1 моего 9 по моему ноября показывала вам такой отчет сегодня уж тут не помню какое число но не важно прошло 20 дней ну получается один или два раза в месяц будем следить за тем как это все растет и развивается вот эту оставила себе питуньку больно она уж красивая нравится мне такая питунька крем-де-кассис вот хочу ее просто пересадить уже в побольше кашпо вот эти маточники я уже всем раздала и еще тут парочку раздам и все таки одну себе оставлю просто любоваться любоваться вот такими цветочками красивыми поднимать себе настроение чего я вам от всего сердца и желаю спасибо вам за добрые комментарии просто правда добрые комментарии всего всем вам самого доброго и самое главное будьте здоровы не болейте и не забывайте подписываться на мой канал чтобы следить все таки что тут у меня вырастет как я с этим всем делом буду управляться мне самой интересно это же первый год